В ближайшие выходные работники здравоохранения всей страны будут отмечать свой профессиональный праздник. В этом году День медицинского работника придется на 19 июня. В преддверии праздника сотрудников медучреждения региона чествовали в стенах Тверского академического театра драмы. Лучшим представителям профессии вручили региональные награды. Подробности у Натальи Чекет. В канун профессионального праздника состоялось торжественное награждение лучших медиков Тверской области. В зале драмтеатра собрались терапевты, кардиологи, хирурги, фельдшеры, акушеры, врачи скорой помощи, медсестры. Все те, кто помогает пациентам появиться на свет и с первых секунд жизни находятся рядом. Помогают, лечат и наблюдают. Слова благодарности медикам направил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Нет ничего более благородного, чем защищать самое ценное – жизнь и здоровье человека. Ваша безграничная преданность долгу, компетентность и человеколюбие особенно ярко проявились во время пандемии коронавирусной инфекции. Сегодня мы с огромной признательностью и уважением говорим вам спасибо за самоотверженный труд, профессионализм, отзывчивость и доброту. За прошедшие два года работники сферы здравоохранения оказались на передовой борьбы с пандемией коронавируса и помогли спасти многих пациентов. 11 медработников были награждены знаком «Отличник здравоохранения». Среди них заместитель главного врача по поликлинической работе городской клинической детской больницы номер 3 Твери Александра Капица. Свою профессию Александра Ивановна выбрала ни капли, не сомневаясь и без колебаний. Ведь примером для нее были дядя и дедушка. Мой дядя Вала Хлука, он прошел всю войну. И это был пример для меня. Он закончил войну полковника медицинской службы. Мой дедушка посяду тоже был врачом, очень знаменитым врачом-урологом Харьковской области. Поэтому мне не было выбора. Я с детства любила эту профессию, с детства любила деток. Вот так и получилось, что я стала врачом. Закончила Харьковский медицинский институт. У каждого представителя медицинской сферы свой жизненный путь, своя философия и своя история, которая навсегда останется в их сердце. Лет 20 назад я была заведующей отделением в Затуозерном, это военный городок. Привезли на дежурство тяжелого ребенка. Сделали снимок и оказалось, что там черепно-мозговая травма. Пропривали у нас в больницы, потом его транспортировали в город Тверь. И вы знаете, какая была радость, когда спустя, наверное, лет 15, этот мальчик в военной форме уже старшего лейтенанта постучал ко мне в дверь с огромным букетом цветов. И вот это вот самое большое счастье, вы понимаете? Это самое большое счастье оказать помощь человеку. Труд медработников – это всегда служение во имя и на благо людей. Так решила и Галина Горшкова. И после 10 лет преподавания в Тверском медицинском университете решила уйти в практическую медицину. Больше пользы приносишь там, где есть пациенты и люди, которым можно помочь. Кроме знаний, хороших рук профессиональных у хирургов, милосердия всегда должно быть рядом с тобой. Желание помочь всегда должно идти рядом с тобой. После торжественной церемонии награждения и поздравительных речей для всех присутствующих был организован концерт.